Здравствуйте, уважаемые трейдеры, инвесторы. С вами на связи Виталий Кухта. Сегодня у нас пятница, 18 декабря. Мы приближаемся к Новому году. Хотел вам сделать несколько подарков на Новый год, а также сделать сегодня анализ нескольких инструментов и, скажем, такой обучающий формат обзора будет. Сегодня мы обсудим несколько инструментов, интересных для меня, по которым, возможно, рисуются интересные точки входа. Они, в принципе, могут быть сегодня или в течение нескольких дней. Итак, сегодня я бы хотел обсудить фунт-доллар. И дам подсказку по другим инструментам, на которые стоит обратить внимание. Почему фунт-доллар? По данному активу рисуется ложный пробой 2 бара. Давайте обсудим изначально, что такое ложный пробой. Существует несколько видов ложных пробоев. Ложные пробои могут быть по отношению к уровням. Эти уровни могут быть разные. Уровни излома тренда, уровни, скажем, хай-лоу дня и так далее. Плюс виды этих уровней есть, скажем, несколько методик определения понятия, в общем, ложного пробоя. Допустим, я использую три. Первый, который я изначально изучал несколько лет назад. Это был еще 2013 год. Это ложный пробой по Герчику. Я думаю, многие слышали о Александре Герчика. У него есть три вида ложных пробоев. Это ложный пробой одним баром. Вот здесь указано. Ложный пробой 2 бара. И сложный-ложный пробой. Дальше есть ложный пробой. Точнее, он называется ловушка специалиста. Это по Ларри Вильямсу. Я думаю, многие слышали о таком великом трейдере США, как Ларри Вильямс. Есть методика определения ложного пробоя, скажем, по моей системе. Это, скажем, соединена система Герчика плюс Ларри Вильямса плюс мои, скажем, наработки. По этому моменту. Сегодня по фунту, возможно, рисуется ложный пробой 2 бара. Вот здесь указано уровень. Этот уровень мы подтвердили. Подтвердили мы позавчера. Здесь подтверждение может быть разное. Мне больше нравится, когда подтверждение несколько баров. У нас только один бар. И потом идет закрытие выше данного уровня. И после этого закрывается вниз. И возможно рассматривать шорт по данному инструменту. Там есть разные методики входа. Ложный пробой в моменте. Ложный пробой после закрытия дневного уровня. И потом на откате РТС данного уровня шортить. Вот давайте посмотрим фунт-доллар. Почему здесь, возможно, интересная ситуация. У нас есть достаточно значимый уровень по фунт-доллару. Это 1.3537. Мы этот уровень подтвердили. То есть была борьба за данный уровень получается в среду. В четверг мы закрылись выше данного уровня. И сегодня у нас пятница. Возможно, рисуется ложный пробой 2 бара по отношению к этому уровню. То есть ниже уровня 1.3537. Возможно рассматривать шорты. Эти шорты могут получиться достаточно сильные. В район отметки 1.3220 и вплоть до 1.3130. То есть в эту сторону. Конечно, здесь также есть неплохая область поддержки в районе 1.3496. Возможно, также и эту область выделить как уровень. То есть это такая зона уровней. За которыми стоит обращать внимание. Если мы будем опускаться ниже данной зоны. Вот таким образом. То у нас произойдет ложный пробой. Ключевой вот этой зоны по фунт-доллару. И у нас получится хороший шорт. И на этом возможно неплохо заработать. Конечно, здесь могут разные варианты нарисоваться в течение следующей недели. За этим нужно следить. Так как ложный пробой 2 бара может превратиться в сложный ложный пробой. Когда у нас будет проторговка выше данного уровня несколько дней. И только потом заход под уровни 35. И движение вниз. Скажем, возможно. И такая ситуация. Поэтому к ней нужно быть готовым. Если рассматривать черты. Обязательно соблюдать риск менеджмент. Так как ситуация это контртрендовая. И можно получить и убыток по данному активу. Плюс по данному инструменту у нас присутствует дивергенция. Дивергенция на дневном графике. Это нам говорит о том, что вот этот рост, который у нас по фунт-доллару идет на текущей неделе. Точнее с понедельника, вторник, среда, четверг мы показывали каждый день новый максимум. Он идет, скажем, на таком надобое. Что это показывает нам силу вот этих быков. Что с последних они пытаются взять все новые и новые хаи. Поэтому это как бонус к тому, что здесь рисуется вариант шартов. Предлагаю рассматривать идею шартом. Шартом ниже уровня 35-37. И плюс, желательно бы, скажем, ниже уровня 35. Это был бы уже более надежный шорт. Вот ниже этой зоны. Конечно, более красивая ситуация была бы вот в таком ключе. Сейчас отрисую вам. Если сегодня у нас пятница. Мы закрываемся таким сильным медвежьим баром. И на откате, если он будет, скажем, рассматривать шорт по данному инструменту. Вот это самый идеальный вариант для шорта. Я, допустим, для более надежных точек ухода люблю вот такой момент. Если он, скажем, с текущих, брать ложный пробой в моменте, скажем, это очень рисковые варианты. Я такие тоже иногда использую. Но нужно понимать, что они более рискованные. Почему их можно использовать? Так как не всегда может нарисоваться красивая ситуация, как я отрисовал сейчас. Сейчас можем, скажем, в таком ключе, да, так, сразу так уйти, да, и уже без каких-то идеальных точек ухода. Это зависит от стиля трейдера, как он торгует. Поэтому какой подбор точек ухода, там, ждет закрытие дневки или в моменте шортит, там, дополнительно использует проторговки и так далее. Здесь уже зависит от стиля, от стиля точек ухода. Так как рынок рисует несколько вариантов точек ухода. Кто-то более надежный, кто-то, скажем, более рискованный, любит точки ухода. Поэтому наблюдайте за фунтом. Плюс, как мы уже на прошлой неделе обсуждали, там, тему с Brexit. Я в эту тему, скажем, сильно не интересуюсь, потому что вот уже последние несколько лет вот эту тему мусолят по поводу выхода этого, как выйти, соглашения эти все, фунт вверх, вниз и так далее. То есть каждый год это все переносится. Поэтому предлагаю использовать вот такие идеи по фунт-доллару, использовать вот эти ключевые уровни. Также вот эту картиночку, как я уже сказал, я пока ожидаю вариант ложный пробой 2 барра. Как вот здесь нарисовано, да. Но не исключаю, что у нас по фунт-доллару может нарисоваться какой-то сложный, ложный пробой. Это когда уже будет более сложная здесь комбинация какая-то про торговки. Но это уже рынок покажет. Пока одно ожидание. Соблюдение главное это риск менеджмента. Так как у нас здесь сильный тренд. Мы можем дальше уйти в сторону тренда и так далее. Плюс есть еще по другим инструментам ложный пробой ключевых уровней. Я вам их показывать не буду. Это будет как, если кому интересно, задание поискать по каким инструментам возможно рисуются ложные пробои. Написать в комментариях под видео. Написать там какой ключевой уровень. Какой вариант ложного пробоя. Один бар, два бара или сложный, ложный пробой. Кому интересно. Плюс напомню, у нас новый год на носу. Предлагаю всем, кому интересно, скидки по курсу обучения. В комментариях будет ссылочка на данный курс обучения. Если будут вопросы, пишите в речку, в телеграм или в фейсбук. Обсудим эти все моменты. Поэтому, если у вас будут еще какие-то вопросы возникать по обучению, пишите. Напомню, скидка 30% к действующей скидке, которая есть. По ценам пишите, договоримся. Всем удачи. Используем идеи по фунт-доллару. Если будет более интересный какой-то момент по данному активу рисоваться, я уже в понедельник на битве буду обсуждать это все. Всем спасибо. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok